Вещание, они решают все вопросы, что они там решают, ну пускай, поднимут сюда в квартиры на 12-14 градусов и сидят и решают, ради бога. У жителей дома Ломоносова 131 уже закончились все цензурные слова, чтобы описывать то, что с ними происходит. На улице с каждым днем все холоднее и дома теперь не согреться. Если коротко, то у нас огромный вопрос. Проведен капитальный ремонт всех коммуникаций. Я хочу спросить, почему у нас нет отопления? Вчера у нас потух свет около 9 вечера, 26 квартир. Мы голодные, холодные и злые. Страсти, конечно же, закипают. И не мудрено. Отопления нет, горячей воды тоже нет. А теперь еще и свет отрубило. И это после капитального ремонта всех коммуникаций. Я звонил, я им сказал, у меня крайняя стена, я его вырублю нафиг, сделаю камин, буду на камине, на дровах топиться. Оказалось, что свет в 26 квартирах пропал, потому что старенькая проводка в гостинке не выдержала современных мощных обогревателей. Чем вы еще предварительные проблемы? Почему сходят в ключе? Потому что люди включают, что попало, и его погреться. Вот оно видно, что зарядки нет. Как вот 38 стоит, так и все. Вот это. Ну вот тут тоже. Пожалуйста. Щелкаем, все. Нет еще. Елена Доних спешит к гостеприимной соседке Татьяне Соловьевой, чтобы зарядить телефон. Татьяна оказалась в счастливой стороне подъезда, где хоть воды и тепла нет, зато есть электричество. О, привет. Иду тебе с чайником. Ой, давай, заходи и включай. Ой, еще уже пятый человек идет ко мне. Ну, так хорошо. Ну, скоро весь подъезд будет ко мне заходить. Вот и идут, и идут целый день. А еще неизвестно, если завтра еще не сделают, и будут у меня же тоже нагорать будет. Заодно мне это все платить, и буду с них этот оборог брать. Это, конечно же, шутка, потому что трудности только объединяют. К такой нечеловеческой жизни жильцы гостинки уже привыкли. Только вот капитальный ремонт, который прошел в доме, был для них светом в оконце. Люди надеялись, что после него все проблемы закончатся. Жильцы рассказали, скоро появится и управляющая компания МУП «Водоканал». Когда на Ломоносово-131 появятся коммунальные блага? Мы адресовали этот вопрос в администрацию города и продолжим следить за судьбой проблемного дома. Ксения Калугина, Степан Некрасов. Новости Верхниками.